друзья дорогие привет решила включить камеру сейчас собираюсь ехать не хочу накраситься камеру включила все взаимосвязано пожалуй и накрашусь ну за окном у нас мороз сколько градусов ого за окном минус 29 холодно мне надо ехать к маме я накрашусь так и быть ну раз уж камеру включила и вообще я бы если бы не это обстоятельство я бы ограничилась только нанесением cold крема так зима защитный крем для лица protective face cream это прошлогодний выпуск или более старый не знаю в общем сейчас такой красивый крем в красиво в красивой упаковке но собственно обычный тюбик просто украшен там клюквой сахарной пудрой вообще что-то такое там виднеется вкусная упаковочка здесь тоже в общем-то симпатичный дизайн обычный так крем такой густоватой консистенции но он призван создать на лице защитную пленку защищающие от мороза наносится толстым по ощущениям слоя имеет аромат клюквы и чего-то теплого какой-то теплой пряности согревающий корицы пожалуй приятный аромат зимние я когда наношу на лицо этот крем ощущаю этот аромат почти все время но во всяком случае первые два часа он точно стойко держится и я подумываю неплохо было бы создать такой аромат такой парфюм зимний сразу же рисуется такая картинка что ты у камина лежат дрова рядом с камином немного отвалилась отвалился кусочек коры от этих дров осыпался снежок частично растаял по периферии комнаты по углам прохладно в радиусе в небольшом радиусе от камина жар стоит дрова потрескивают огонек в комнате тепло развешанные новогодние аксессуары какие-нибудь игрушки в общем такая типичная новогодняя рождественская атмосфера так решила я начать пользоваться кремом вот так называется питательный питает сухую кожу дикая роза ну то есть шиповник видимо по нашему надо понимать и просто крем ай кай крем написано крем для глаз по-русски мы бы перевели перевели крем для кожи вокруг глаз пока что раздражение не вызвал в общем питание это то что мне нужно сейчас возьму зеркало рассмотрю где у меня тут не разошелся а мне же подарили от деда мороза я получила такой боксик у него дедушка положил вот такой набор набор для педикюра и маникюра да так называется здесь различные пилочки брусочки разделитель для пальцев так и лежала вот такая тушь а где она макс фактор я еще не открывала ну кстати я не открывала до меня может быть открывали надо открыть и посмотреть что там за кисточка так так все теперь будем продолжать добивать вот этот крем это тональная основа отрывал выдают плевочки так я остановилась я еще не решила куда я выложу этот макияж ну наверное на основной канал зачем здесь ничего ничего такого особенного не будет а может быть выложу на косметический в общем тогда если вы еще не знаете не смотрели предыдущих моих моих видео на основном канале там я остановилась на том что у нас сейчас начинается сессия с десятого числа десятого мы идем на консультацию на первую потом сдаем экзамены первый экзамен я получила автоматом ну кто кто посещал все занятия тот получил автомат ну там предмет такой называется КТ компьютерной технологии в науке ой я забыла в чем в науке наверное в науке еще в чем то и попросту курс там состоял из нескольких занятий занятия были в течение двух с половиной месяцев через неделю одно занятие через неделю поэтому понимаете получилось штук пять-семь наверное не больше и в них на этих занятиях мы работали в ВОРТе нас обучали разным фишкам в ВОРТе работой в ВОРТе вот и поэтому ну чему там учить если человек посещал все занятия то логично да что он курс усвоил и выполнял все задания на занятиях то понятно что в общем преподавательство начало возможным выставить нам автоматом пятерки по остальным предметам никаких автоматов нам никто не предоставил не раздавал например жизнь у нас ожидается по логике логику у нас ведет заведующий кафедрой человек который требует требователем к посещению но не только не из не из-за того что не ради того чтобы уважать себя заставить ну хотя может быть это тоже но еще и потому что курс построен таким курс построен так что пропустив одно занятие вы у вас выпадает звено или несколько звеньев из цепочки и цепь распадается логика такой строгий строгий четкий предмет в нем нет всяких концепций он такой четко структурированный постулирующий я бы сказала и он был логика была придумана ну та логика которую мы будем сдавать придумана была еще аристотелем и с тех пор осталась в неизменном отлитом в бронзе виде правила не строгие но трудность состоит в том что вот курс дается именно так что по другим учебникам вы не сможете подготовиться к этому экзамену открываешь другой учебник и совершенно там все по-другому излагается и нет той стройности четкости ну понимаете у нас семестр продолжался если вычесть из него полтора месяца практики или два месяца практики то он длился два с небольшим месяца занятия были правда каждую неделю да по одной лекции в неделю и по одному семинару через неделю и в ней мы и наш курс назывался теория аргументации и чего там ну не собственно логика но вот весь этот курс был в сжатом виде нам дан и вот это вот все нам предстоит стать и этот предмет имеет такую особенность я например не пропустила ни одного занятия но когда я сажусь и например когда я сажусь и смотрю вопросы как баран на ногу еще один интересный предмет мы будем сдавать я купила айлайнер не арифлеймовский да ногти ногти вот такие я не знаю суждено ли вам увидеть меня с нормальными ногтями так это его мозаик угольно-черный и и и и и виде фломастера действительно угольно-черный и и так держится как будто бы этот айлайнер и не сползает сделан германии насыщенный черный цвет ровные точные линии непрерывность нанесения 1 миллилитр так нравится так дальше еще один интересный предмет называется проблемы и перспективы современной цивилизации и это и это философия преподает его мой научный руководитель к тому же мы с ней выросли в одном дворе наши родители работали в одной организации в бурятском научном центре учились конечно же в одной школе она меня была старше на год по школе я ее не очень помню но видимо мы учились в разные смены ну к тому же когда полно одноклассников которые живут с тобой тоже в одном дворе или в соседних домах как-то по школе не пересекались и больше вообще не пересекались вот пересеклись только вот уже после пятидесяти лет это прикольно тем не менее я как-то соблюдаю дистанцию отношений ученик-учитель называю ее на вы и соответственно она тоже меня на вы и по имени и отчеству но когда-нибудь может быть мы станем коллегами и то я смотрю у нас учатся две преподавательницы из другого вуза они друг другу не тыкают они друг к другу по имени и отчеству и на вы так что возможно весь оставшуюся всю оставшуюся жизнь придется держаться такой дистанции вот что касается предмета я например не жду поблажек от нее во первых не жду от нее поблажек с ее стороны во вторых мне и самой интересно весь этот предмет изучить издать почему то когда я уже мы когда у нас были последние занятия зашла речь об опросах к экзамену и зашли в личный кабинет ну прямо на занятии зашли в личный кабинет смотреть посмотреть вопросы к экзамену я смотрела как баран на новые ворота и мне показалось а где мы этого мы не проходили точно мне ничего не знакомо и сейчас вот я сижу готовлюсь к экзаменам все как вновь я ничего не слышала на занятиях я на занятиях сидела честно говоря и засыпала боролась со сном вот эта вся информация она слишком новая слишком необычная слишком тяжелая для усвоения что мозг сопротивляется усваиванию этой информации не впитывает отторгает и значит пытается усыпить пытается меня усыпить и вот но после курса я уже об этом наверное говорила после практики после педагогической практики когда мы сами преподавали стало значительно легче многие вещи стали понятнее ну всего того что мы сами их учили и потом читали студентам вот стали понятнее роднее как бы ну видимо мы постепенно привыкаем то есть я постепенно привыкаю к этим и уже мой мозг не отторгает все эти сложные все эти сведения как бы они становятся частью моего сознания ну по крайней мере вокабуляра всякие незнакомые слова осмысливаются и становятся осознаваемыми становятся активными в моем словаре вот а ну не знаю это я сейчас так хорошо говорю и знаете что это очень интересная оказывается информация теории вот нам мы все конечно кто учился в советское время мы все изучали марксистско-ленинскую как у нас назывался в общем философия у нас назвалась какая диалектика диалектический материализм вот такой у нас был предмет из философии марксистская этика был у нас предмет и это при том что я человек можно сказать инженерной специальности но инженер экономист экономисты все-таки считаются гуманитарией поэтому из всего отраслевого вуза конечно гуманитариями были мы экономисты ведь у меня очень сложная квалификация горный инженер экономист я и инженер и экономист вот так все надо идти я болтаю в общем вот такая у нас будет сессия так что еще а еще один предмет педагогика высшей школы по моему так называется предмет по которому у нас было одно занятие то есть преподаватель нашла время только для одного занятия вообще надо сказать многие преподаватели на нас забивали нет не совсем не будет корректным так сказать хотя конечно по сути так оно и есть но формально чисто формально у них тоже были уважительные причины пропускать занятия часто на наши занятия выпадали заседания кафедры разные мероприятия конференция научная философская проводилась заседания ученого совета проводились во время наших занятий и преподаватели отсутствовали на занятии и занятия были отменены на наше счастье с одной стороны с другой стороны теперь этот предмет педагогику который идет под экзамен нам придется осваивать самим ну очень я очень надеюсь что в личном кабинете дан весь материал тот который с нас и будут спрашивать то есть не будет ничего лишнего вот так ну теперь растухуем сейчас пойду кормить маму это ребята так тяжело то маму кормить становится все сложнее и сложнее у нее проблемы с глотанием она не управляет видимо здесь то есть не владеет мышцами в этой области плохо владеет это очень тяжело кормление съедает мало и кормление у нас продолжается иногда два часа когда есть время но обычно я перед занятиями у меня у меня нет особо времени кормить поэтому быстро быстро когда я когда мы вдвоем вообще-то кормление происходит ну поначалу даже очень неплохо идет потом уже мама видимо устает и начинает отвлекаться и все тут вот начинаются проблемы с глотанием так вот и поэтому я с ужасом думаю об этом о том что сейчас мне предстоит ехать то есть что сейчас мне предстоит так хочу профи профи сделать ну ладно возьму вот эту кисточку беру этот же самый что-то я видите да мои волосы я избрала вот такой цвет волос сейчас и сейчас когда я пересматриваю свои фотографии где с белыми волосами я думаю мне что-то не очень нравится хотя когда я смотрела когда я была с белыми волосами и смотрела мне нравилось то есть когда я пересматриваю свои вот эти фотографии или видео где я начала волосы обесцвечивать и блондировать мне мне это кажется странным то есть я насытилась этим мне это не интересно я уже не нахожу это красивым прием нет приемлемым пока не не буду говорить что это не приемлемо для меня нет пока что все еще приемлемо но уже не интересно хотя я так и не сделала то что хотела хотела я такой здесь чуп белоснежный льдистого цвета с бритыми висками ну может еще и сделаю у меня главное полным полным полно осталось еще краски для белых волос куда ее деть может быть мне устроить конкурс разыграть потом придется высылать для этого надо будет денежки ребята как я хочу повышенную стипендию слушайте у нас повышенная стипендия будет ну вот прям самая повышенная то есть не будет есть 16 16 800 16 800 почти так это же не неплохие деньги да за них можно постараться учиться но чтобы ее получить нужно помимо того что сдать без троек главное без троек не то чтобы на одни пятерки без троек сессии и например опубликовать статью ну в общем публикации нужны в в индексируемом нет как там в общем в определенных изданиях которые признаются не просто там где попало публиковаться а в нужном издании так уже пора мне пора выходить пора выходить так ну что же придется опять этой тушью это мне открывать жалко у меня еще есть вот такая мне кажется она не лучше этой подскажите мне кто знает это фаберликовский туши ладно этот тушь прикончен потом уже перейдем к следующим откроем следующие вот вы видите как она или не видите нет такой туши давно у меня не было я уже привыкла что с одного взмаха у тебя сразу же четко разделенные густые удлиненные и загнутые вверх ресницы это вот совершенно безобразие хотя выглядит очень прилично да 1 января мы гуляли если вы видели мой инстаграм на дне рождения у моего зятя там ночевали на турбазе ну это лагерь отдыха на верхней березовке это зона отдыха у нас в Улан-Удэ и и после этого у меня заболел глазик здесь какой-то ячмень ой ой кто пришел да похоже на море я не еду мы и едут а мне билет не купили не было денег и до сих пор их нету а денег а билеты я до последнего мониторила можно купить туда-обратно за 17 тысяч ну 18 вот эта штука называется лак для губ фаберликовский 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 пахнет ванилином поле ой его ложится плотно на губы и полностью перекрывает цвет У него нужный мне оттенок, который я люблю, но когда без макияжа, лицо без тона, он не смотрится органично, то есть подчеркивает, сразу же подчеркивает все ваши морщины. Ну, вчера мне так показалось, или когда? Нет, не вчера первого. Так, я вообще не контурила лицо. Сейчас, сейчас оконтурим. И пойду. Скорибы закончились. Скорибы. Скорибы. Вообще-то сегодня суббота, я могу и не ходить. Ну, ладно уж, я пообещала. Папе пообещала, что приду. Придется прийти. А потом там могут еще к папе прийти родственники. Например, моя двоюродная сестра приходила уже, а мы с ней так и не увиделись. Та, благодаря которой я попала на философию, так бы мне самой в голову не пришло попасть на философию, пойти на философию. А на философию всегда недобор у нас. И, в общем, вот попадают люди случайные, которые не попали на другие специальности. А это так интересно учиться. Ну, видимо, люди не видят перспектив, а куда им пойти. Нет, ну, бакалавры, они, кто закончил бакалавриат, они могут пойти в школу и готовить к обществознанию, да? Ну, то есть, преподавать обществознанию. А что делать магистрам? Продолжать научную карьеру, так все эти места заняты. То есть, трудоустроиться перспектив нет. Так, ну все. На сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся. Ну, надеюсь, что очень скоро. Посмотрим, как сложится. Главное, чтобы у меня было время для записи видео. Всем всего самого хорошего. Хороших выходных. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok